Всем привет! Наконец-то дошли руки снять видеообзор на эту игровую приставку. Конечно, 30 долларов она свои отрабатывает на все на ура, но косяки все-таки есть у нее. Вот такая вот игровая приставка, сделанная из пластика, достаточно очень сильно маркая. То есть я вот поиграл и... ну просто вот очень маркая. Плюс не очень приятно вот это вот... Вот это вот... ну такое ощущение, что сразу взял вещь, которая вот-вот у тебя в руках развалится. Но тем не менее, как бы она сильно... сильно не развалится. Когда играл, тестировал игрушки, жена на меня смотрела так странно, как прям на ребенка, который дорвался до чего-то. Но мне лично вот эта игровая приставка понравилась. Вот. Давайте-ка включим ее. Включается она достаточно странно. Я, во-первых, когда начал ее включать, когда ее зарядил, я думал, что скорее всего у меня... Ну, она сломалась просто на все. Получается же так, что переводите положение вверх, вот здесь вот, включить, и нажимаете, удерживаете кнопочку старт. Вот загорается лампочка, кнопку отпускаете, вот приставка загружается. Вот. То, что мне понравилось, это она умеет записывать сохранение, сохраняться, восстанавливаться. То есть играете что-то, запустили, ну, сохранили игрушку и продолжаете играть дальше. Я вспомнил свое детство, у меня знакомые приходили, тоже поугарали, как бы вспомнили... Карточку вставлю. Вспомнили и прям были такие довольны, что аж еле-еле оттаскивал. Жена моя этого не понимал. Ну, у нее не было Dendy, так что вот так вот. Итак, время работы где-то этой игровой приставки варьируется по-разному, где-то от двух с половиной до трех часов. Потому что где-то я тестировал... Ну, я так понимаю, что это, скорее всего, зависит от образа игры. Вот. По описанию на сайте продавца, это поддерживает приставка. Приставка несколько эмуляторов, Game Boy Advance, Sony Game, Game Advance или как-то типа того... А, Sega Mega Drive, господи, Dendy, ну, самое основное, это вот для Dendy используются, Game Boy и Game Boy Color. Я, в принципе, все игры сюда поставил, я уже потестировал, но теперь хотел бы вам рассказать об этом. Начнем свой видеообзор с проигрывания видеофайла, потому что эта приставка умеет воспроизводить аудио-видеоматериал, также радио, может играть радио, если честно, я даже не проверял, потому что смысла большого мне таскать вот эту штуку с собой, слушать радио, вообще нету. Вот, фильм один есть у меня. Воспроизводение видео идет вполне отлично, закачал файлик 750 мегабайт, но вот как видно, маленечко подергивается изображение, но тем не менее, как долго будет играться, я не знаю. В приставке уже предустановлено несколько игр, сколько их, честно, я даже не считал, все, в принципе, они запускаются на английском языке, но так как у нас ресурсов очень много с играми, а оказывается, еще есть игры, которые полностью расфиксированы, то я советую лучше качать игры оттуда. Также в комплекте с приставкой шел компакт-диск с якобы 2000 играми, но вставил я этот компакт-диск, посмотрел, там, как правило, игры все одинаковые, то есть дубли идут, 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 не на русском, очень много на китайском языке, так что почти ценности никакой этот диск не представляет. Сейчас вот запустим игрушку Game Boy Advance, это у нас Grand, как он, GTA, какая-то из них версия, в принципе, игрушка русифицирована, он даже предлагает русский язык, давайте-ка, давайте-ка, на этом эмуляторе игрушки, в принципе, идут достаточно нормально, единственное, они немножко притормаживают, ну и давайте-ка посмотрим, как они идут. Можно почитать описание, нажмем, 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 инвалид файл, тогда, оказывается, не все игрушки отсюда идут, давайте-ка посмотрим, что у нас есть еще, Mortal Kombat. Ну а теперь мы видим, что, например, тот же самый Sirius Sam Жестко притормаживает прям. Game Boy Advance эмулятор, некоторые игрушки идут, некоторые идут с тормозами жуткими, некоторые запускаются, но потом не работают. Sega Mega Drive эмулятор, но, к сожалению, ни одна игрушка скачанная на нем так и не завелась, очень жаль, я так хотел в Sony Ежика поиграть, но не судьба. Если же вы поклонник Game Boy, то смогу вас тоже огорчить, ни одна игрушка скачанная от Game Boy так и не завелась. К сожалению, даже я не вот эти три игрушки, а я потратил на это очень больше времени и пробовал с другими играми, тоже не заработали. Game Boy Color или Color или как, ну, в итоге такая же самая байда, немножко запускается, ну, 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 и все, и приплыли, и, как говорится, только выход вот здесь, то есть некоторые игрушки запускаются, а некоторые неподдерживаемый файл. Ну, вот, если вы любитель танчиков и Dendy, то я могу вас уверить, все игрушки почти на этом эмуляторе, на этой игровой приставке идут без прав... Блэээээм, вот, но не все так, как говорится... Ва-ва-ва-ва-ва, поедем. Вот как я давно мечтал вот в игрушку поиграть, я ж прям... давай 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 ну короче блин в эту игрушку можно играть вечно все почти игры которые я скачу под деньги заработали играли нормально без каких то либо проблем но кое-какой проблемы все-таки есть это вот еще одна игрушка который я прям вспоминаю как мы прям игра моего детства конечно устройство неоднозначно но за 1000 рублей вы получите все игры вашего детства но лучше всего наверно с дэнди с приставки потому что эмулятор этот еще более-менее хорошо это все воспроизводит вот но самое главное что меня бесит в этой приставке именно прям бесит это это вот я не знаю услышите это не звук out вибратор вибратор который там стоит то что на любую кнопку вот на любую кнопку нажимаете и он и он вибрирует 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 и зачем он вибрирует это очень достает в итоге у меня на второй день было желание разобрать снять этот вообще вибратор чтобы просто на все не доставал но ладно оставил и второй косяк который был с этой игровой приставкой когда она пришла я в нее поигрался разрядил батарею включил на зарядку это было в час ночи наверное часа три ночи или в 4 она зарядилась и давай вибрировать то есть ночью в кухне належала и давай вибрировать по это по полу эту жена проснулась меня растолкало что такое что такое пошел выключил но тем не менее мне эта игровая приставка очень понравилась все-таки вспомнить вот у ко мне приходили два или три друга вот я им показывал они как танчики включали садились и все и человек нету ну а классно так что вот такая если вы поклонник таких игр то советую к покупке если же вы хотите что-то большего то я бы наконец посоветовал бы накопить бы еще долларов 30 и купить за тысячи две две с половиной игровую приставку на android я буду заказывать такую не знаю когда попозже наверно обязательно потому что там уже куда больше возможностей куда лучше эмулятор или все тому подобное ну что я надеюсь такой видео обзор вам понравился спасибо вам за просмотр и ставьте палец вверх спасибо вам до свидания